5 и 6 октября Десногорская музыкальная школа имени Глинки встречала гостя из столицы. Здесь прошел мастер-класс от Алексея Гулиницкого – первой скрипки Государственного академического симфонического оркестра имени Светланова. Скрипка королевы оркестра, как ее называют, – изысканный и утонченный инструмент. Как заставить ее петь? Превратить оточенную технику в живую эмоциональную музыку? Об этом на своих семинарах рассказывал доцент Московской консерватории имени Чайковского Алексей Гулиницкий юным скрипачам Десногорска. Мы даем детям, музыканты, спортсмены, художники, литераторы, даем вот эту некую надстройку, которая в будущем приносит плоды в развитии высококультурного, обогащенного различными знаниями и вариациями общества. Я считаю, что цель наша в этом. Для этого, по сути, существует один из музыкально-образовательных проектов территории культуры Росатома, реализуемый в сотрудничестве с фондом Юрия Башмета. А еще для того, чтобы предоставить юным дарованием возможность живого общения с известными деятелями культуры. Услышать мнение профессионала, его рекомендации, а также виртуозное исполнение известных композиций. Ведь это эмоционально настраивает детей на новые музыкальные свершения. Наша задача – принести, поделиться то, что сейчас самое, на наш взгляд, первостепенное, важное, современное. И вот этот взаимный обмен, он дает какой-то мощный приток энергии. И дети, которые присутствуют на таких мастер-классах, они потом заряжаются этой энергией. И я знаю, что у меня звонили педагоги. В ближайшие полгода после мастер-классов они воздушевленно занимаются. Для детей из маленьких городов мастер-классы от ведущих музыкантов – это уникальный и впечатляющий опыт. А в масштабах страны – это возможность поддержания высокого уровня музыкального образования, а также помощь молодым талантам. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Виталий Степанов, Десна-ТВ. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Григорий Шилинг, Виталий Степанов, Десна-ТВ.